Более 30 добровольческих объединений вошло в новый состав городского корпуса «Волонтеры Магадана». В конференц-зале «Металиста» провели первое организационное собрание. Специфика деятельности у волонтеров разная – культура, спорт, социальная сфера и многое другое. По словам кураторов добровольческих групп, любой желающий может найти себя в этой стезе. Если добровольческое объединение, действующее на базе какого-то патриотического клуба, либо школы занимается, например, работой с ветеранами, но занимается ее адресно, либо на базе своей школы, скорее всего, им было бы интересно заниматься этим на уровне города. Просто у нас нет главной задачи любой ценой их заставлять работать, грубо говоря, на наших мероприятиях. Это поддержка их деятельности, это добровольчество, в первую очередь, носит характер добровольной деятельности, без принуждений каких-либо. Поэтому мы как хотим поддерживать деятельность их внутришкольную, внутриузовскую, внутриобщественных организаций, так и помогать им расти выше и выводить их на городской и областной уровне. Нужно мотивировать и поддерживать волонтеров, отмечают организаторы. Добровольчество в России регулирует федеральный закон, согласно которому волонтера обеспечивают питанием, форменной одеждой, оборудованием, средствами индивидуальной защиты и многим другим. Также сказано, что одна из целей волонтерства – оказание безвозмездной помощи людям, которые в ней нуждаются.